Поскольку Захара нет, я надеюсь, что многие с Захаром не знакомы, вашим Захарозаменителем резиновым Захаром буду сегодня я. Пока все не подошли, насколько я знаю, Васёк пришёл? Нет. Вот, у нас ещё один выступающий не подошёл. Вообще, кто-то ещё не подошёл, но пить и есть уже можно. Поэтому, вот ребята тут совсем скромные. Я вам больше о логистике расскажу, кто не заметил, там за углом, можно сказать, в туалет. Там же рядом находится... Ну, в смысле, по-другому рассказали. Там же рядом находится аппарат, там же можно сделать горячую водичку. Воду убирают из туалета. Да. Здесь водичка, она из-под крана, так что можете бить, не бояться. Точно? Загорел? И печенье. И печенье, а печенье, да. А печенье почему-то там сгруппировалось. Я смотрю, что здесь, значит, у меня... Там самые голодные сидят. Там самые голодные сидят. Вот. Сегодняшняя тема, я так понял, что десять честных способов отобрать деньги у... У... У нечестного населения. У нечестного населения. У неч... У честного населения. Десять нечестных способов отобрать деньги у честного населения. Как бы... Все мы, так или иначе, связаны с интернетом. Каждый, я думаю, что почти каждый, здесь, когда-нибудь платил карточкой... Платил кредитной карточкой, покупал какие-нибудь услуги, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня и расскажем, как же это делать. У нас сегодня 4 выступающих, как я сказал, кого-то еще нет. Возможно, Сергей Кузнецов. Где у нас Сергей Кузнецов? Сергей Кузнецов, говорят, будет рассказывать нам про ВИЗУ и так далее. Служение управлено, и все написал. Все правильно, да? Правильно. Артем Куралов про Пангалинка. Артем? Где Артем? ПП про ПО. А вот это вот, кстати, я набираю. Я тут нужно зарядиться вижу. Зарядиться? Заряжается в алкогольном магазине. Александр Васин про WebMoney и ЕТЦ. ЕТЦ. И Роман Василова, которого мы ждем, будет нам рассказывать про МОЛИ. Что? Про МОЛИ. Кто еще не знает про МОЛИ? Я не знаю. Я так понимаю. Телефон у тебя звонят, ты отвечаешь, сначала слушаешь рекламу, а потом отвечаешь на опросы по этой рекламе, а потом разыгрываются всякие презы. Вот такая вот замануха. Еще за это день я не получаю в свое время. А вот что с этим стало, я не знаю. Никто не знает. Сейчас это называется «Золотой дождь». Да, кстати, кто хочет, может кто-то хочет начать. У меня уже подписали, по-моему. У меня уже подписали, да? А, ты хочешь, да? Да. Тебе нужно что-нибудь? Да, нужно предметать. Бар-пункт. Не знаю вообще, кто здесь сегодня первый раз? Серьезно? Для чего мы вообще здесь сегодня? Пока готовимся к следующему презентации. Для чего мы здесь? Я думаю, что, судя по количеству новых лиц, и думаю, каждый раз будет все больше и больше, мы каждый раз рассказываем, почему же мы здесь. Здесь еще кто-нибудь, может быть, на память расскажет. Мы здесь для того, чтобы, во-первых, познакомиться, узнать, кто чем занимается. Поэтому я прошу, кстати, перед началом презентации, чтобы каждый рассказал, кто он такой. Кто он такой. Все сколько человек? Нет, перед началом каждой презентации. Дай мне две раз. Лид по экзампл. По экзамплу. Хорошо, лид по экзамплу. Меня зовут Герлиник, я сегодня модератор сегодняшней встречи. Занимаюсь я продажами, такой, pre-sales consulting, то есть это технические консультации предпродажные. То есть такой middle management. Занимаюсь в основном темами, связанными с BPM, то есть Business Process Management и So-Oriented Architecture. Такая, если говорить о узкой специализации, то это бизнес-моторы для бизнес-правил. Чему была посвящена наша предыдущая встреча, так что, судя по отзывам, многие не пришли. Итак, первая презентация готова? ХЗ? Попробуем. О целях недорассказал. О целях недорассказал. О целях? Сейчас, подожди, сейчас выключим, посмотрим. Все по времени. Так вот, о целях. Вы должны узнать друг друга, узнать, кто чем занимается. В конечном счете, просто хорошо провести время. Секреты фирмы. Секреты фирмы. Женя меня тут подсказывает. Он единственный из Эликсона, я так думаю, что хочет, чтобы еще кто-то здесь отсюда был. Хэдхантинг. Кто сколько зарабатывает, кто сколько получает и так далее. В общем, по желанию можете рассказывать в своей презентации. Я добавлю, про формат встречи. У нас нет такого обычной презентации. Приходит, народ начинает рассказывать, что все слушают, и через час уже начинают засыпать, секундочку. Поэтому, если кому-то надо выйти, вы уходите, заходите. То есть, все свободно. И к тому же, если надо задавать какие-то вопросы, направляйте. Если что-то непонятно, сразу сообщайте об этом. Можно было бы в будущем разделить на два подруга, как парк Эмпо. Если много презентующих, а встречаться часто, как идея. Кирилл, ты скажи еще, зачем ты модератор сегодня? Зачем модератор вообще нужен? Как это будет отличаться от прошлого раза? У нас можно опять задавать вопросы, безумно говоря. Да. Я думал, тебе палку принести на всякий случай. Да. Может быть, ты справишься без мелки? Меня тут попросили рассказать, почему я модератор сегодня. В чем будет отличаться работа сегодня? Модератора... Для чего нужен модератор, в принципе? Поскольку нас... Модератора, самовы, банк, для всех. Да, нас все-таки слишком много в последнее время собралось. И поскольку тема пока, по крайней мере, мне кажется очень интересной, многих могут возникнуть вопросы. Как же это работает? А как и что? Все. И чтобы не мешать презентующему, он, во-первых, сначала, я думаю, что каждый скажет, насколько удобно, если вопрос задается по ходу презентации, или же там после. Как тебе удобнее было? Это каждый вопрос. Это зависит от вопроса, конечно. Вот, то есть, и моя задача как раз-таки... То есть, презентующий дает знак модератору, и модератор выводит того, кто задает вопрос. На некоторое время из комнаты. Ильбанит его. Да, ильбанит его. Ищай микрофон, соответственно. Да, соответственно, да. Это у тебя там работает? Обычные вопросы. Быстрее презентатора приближить. Может быть, у тебя есть проблема. Потому что лучше подождать с вопросами, пока все не расскажите. Ну, посмотрим, как пойдет. Это как бы первый опыт моего материрования. Продировал, в принципе, модерации в данном колхозе, поэтому посмотрим. Можно бы бумажками передавать, там, просто. Да, вперед. Так, как это всегда? Найти, пожалуйста, в какую-нибудь пачечку сушьбек, да? О, круто. Это просто смс на кого-то надо. Это не траление? Нет, это не я. Так, здравствуйте. Меня зовут Александр. Ну, в определенный круг, я здесь не так, алексбург. То есть, для вас просто бог. Сегодня я хочу рассказать, как сказать, предоставилась невозможность рассказать про электронные деньги. Вот. Начнем, как бы, с основ. Что такое электронные деньги? Вы, наверное, все знаете, что такое электронные деньги. Это, как бы, эквивалент обычных наших денег. Только обычные деньги, это гарантом является государственный банк, а здесь является какой-то имитент. То есть, это, может быть, какой-то банк, может, какая-то фирма, организация. Что такое имитент? Не стоит, наверное, сказать, да? Я думаю, что супер. Сразу пойду. Так, комитет, это такая организация или лицо юридическое, которое гарантирует, что определенные облигации, то есть, в нашем случае, интернет-деньги, несут какую-то ценность. Да, то есть, гарантирует обмен отцены. Замечательно. Ну, да. И гарантирует, как бы, обмен на другие, как бы, ценные бумаги. Дальше. Так, цели. Общие принципы, как бы, работы электронных денег. Тут, как бы, я по эфрансу-то хочу коснуться. Так. Почему? Почему я решил, как бы, вот, вам рассказать? Так как случилось, в жизни, как случилось, что довелось мне ввязаться в один проект. Проект занимался, как бы, обменом электронных валют. Мне захотелось что-то нового. Заказчику тоже, так сказать, можно сказать, захотелось что-то нового. Ни я, ни он об этом не знали. И вот я вам расскажу, почему, где есть свободный камень. Захотелось странного, значит. Так. Электронные деньги. Какие они? Виртуальные. Так. Хотел бы, конкретно, сегодня буду говорить про конкретные системы оплаты. То есть, это будет Витмани, Еголд и Яндекс.Деньги. То есть, как вы видите, Витмани были созданы в 98-м году. Сейчас является, на данный момент, является самой распространенной системой, как бы, оплаты интернетом. Немножко мелковато. Нормально. Лаврон не видно. Вот. по технику мастеров. То есть, считается, что у нее самый большой оборот, еженедельный, вообще, как бы, ежедневный оборот на бывшем посоветском пространстве. Если брать оборот в евро, в долларах, то получается, что где-то 8-15 миллионов долларов в сутки. При платежах используется комиссия 0,8%. То есть, каждый платеж, как бы, система, за то, что берет, как бы, перевод, она берет, как бы, комиссию 0,8%. Ознакомиться, как бы, точнее, можно с многим манерам. Следующий, e-gold. e-gold больше распространена на пост, не на пост, а, как бы, на европейском пространстве. Особенностью является то, что, как бы, она не хранит виртуальных денег, то есть, нет какой-то привязки к какой-то валюте. У них есть привязка к какому-то интернет-деньгам. Комодити. Да, драг металлам. Нервы. Так, драг металлам. В нашем случае, это gold, platinum, silver, Есть еще и другие драг металлы. Как бы, все обороты, перечисления идут, как бы, на функциях. То есть, например, вы хотите в долларах, он берет, как бы, текущий пульс золота, например, доллара, функция на цена, и пытается переводить, как бы, перевернуть. Комиссия, 0,08, и максимум 50 центов, как бы, в долларах. Но, также, есть один нюанс. За то, что ты хранишь кошелек, у тебя есть кошелек, ты хранишь там свои деньги, они берут 0,08 процентов в месяц за хранение этих, ваших виртуальных денег. что в год получается где-то 1 процент. и, под конец, хотел бы укромить Яндекс.Деньги. Яндекс.Деньги были образованы на базе PayCash, которая достаточно известна, как бы, во всем мире. В 2002 году компания Яндекс, которая поисковик, предложила, так сказать, на основе PayCash основать, как бы, свои интернет-деньги. Все деньги в Яндекс хранятся в рублях. Есть также комиссия 0,5 процентов при каждой операции. И также при выводе денег берется 3 процента плюс-минус 10 процентов. Гарантом является, забыл про гарантов сказать. Так, випмани. Випмани гарантом является эмиттером, допустим, 3 европейских, ой, российских банков. Випголд гарантом является банк Новоскоти из Канады. А у Яндекс Денгера разделены эмиттеры 7 банков. Крупных банков России. Основные положения. То есть эти системы оплаты имитируют полностью имитацию операций те же самые, которые могут произойти с обычными деньгами. и так далее. Ну, чем выгоднее, чем операция с обычными физическими валютами. То есть доступность. Вы можете поставить все программы с любого момента, с любой точки мира, зайти и воспользоваться данным услугами. То есть заплатить, перевезти, получить и так далее. безопасность. Все системы максимально защищены. То есть минимально как бы все криптовые минимальные по СССРу 127 бит. То есть достаточно все надежно. А были вообще случаи какими злого? Были еголзы обычно используют для отмывания денег и так далее. Випмани как бы они до сих пор как бы ну я просто в этом больше как бы знаешь он спасительный интересный проект я отжидаю с красным ничего. Випмани гордится тем, что их никто не взламывал за все их действия существом. Словом и отмывание денег это много разных вещей. Ну считается что как бы тюнивая операция. А именно отмывание денег или уклонение от налогов? Отмывание денег любые тюнивые операции скажем так. Тюнивые операции которые ну то есть терроризм проституция наркотики вот это вот это приходишь да и вебмане сейчас переведу деньги там там в комплекс да так налоги мы потом территорийский аспект сухроним потом сейчас как раз время так декларации быстрота касается того что как бы перевод обычно как бы в наших деньгах есть между странами то занимает минимум 7 дней 3 3 из Америки 3 дня старая стала так ладно быстрота что касается интернет денег то максимум на это уходит 3 секунды то есть обращение к серверу получение авторизации как бы нажать внутри одной платежной системы да внутри конечно внутри других все зависит от обменного пункта то есть есть мануальный перевод обменных то есть сами системы не занимаются как бы переводом из одной системы в другую этим занимаются специальные службы специальные сервисы которые именно берут зарабатывают на том что они конвертируют то есть они берут валюту например вебмани ну как бы имплайт они получают они делают эквивалент начитают комиссию забирают например отдают в яндекс.руб и так далее то есть нет систем которые они не связаны то есть есть специальные как бы сервисы которые отвечают за перевод денег минус ну как бы визуальных минус наглядных я не вижу Абаката получить реальный комиссия положить как туда залить деньги расскажем давайте по порядку это не минус 1-5 положить то же самое обменный пункт он же является тот же самый физическая валюта и например випмани то есть то же самое он принимает физическую валюту вы платите например через Hansonet платьте он получает деньги начисляет комиссию переводит эквивалент в рублях то же самое скажи а вот если ты говоришь что они обеспечены какие-то гарантии за ними ставят банки то по идее они в принципе могут давать кредиты и сейчас или вот вклады врачи примера пока нет но именно тот проект которым я занимаюсь в будущем собирается быть как в интернете банк там будут дебетные разные личности будут вклады и так далее будет процент фишпайс и это на основе интернета какой нибудь естественной получается так что это первая часть проекта который сейчас проходит тестирование но в будущем это как бы собирается разрезисто культурет банк достаточно крупный и так далее из-за этого были использованы технологии такие как java и прочее маловесно да почему проприетарные ну а пхп не в обиду сказано но я считаю что он огромный серьезная как бы система как бы лучше писать на серьезных еще нет я считаю что не язык так сказать человек а человек я уверен он сдался он сдался он сдался поднимите сразу же руку кто тут на пхп руки или нет конкретные примеры для программистов с чем он может столкнуться при попытке автоматизирования процессов платежей это будет ниже описано так дальше так випмани транспорт так интерфейсы клиентский интерфейс то есть это описывается каким интерфейсом может пользоваться клиент для операций в системе випмани випмани кипер это классик это десктоп приложение ты скачиваешься на компьютер запускаешь и пользуешься все файлы криптованы все ключи хорошо спрятаны и так далее випмани лайт это веб интерфейс ты заходишь на випмани випмани заходишь через сертификат авторизации и дальше переверишь так же есть мобайл мобайл это в основном как бы он используется для просмотра денежных средств но сейчас возрабатывается версия для перевода насколько я знаю так титульные знаки то есть это какие-то виртуальные обозначения которые имеют эквиваленту в нашем случае это рубли ВМР обозначается евро ВМЕ ВМЗ ВСД это основное есть еще ВМУ Украина но мы с ним не будем затрагивать Внутри этой валюты еще свои есть тогда сделаны еще валюты нет но випмани это просто у тебя кошелек это среда у тебя есть разные кошельки евро ВМЕ ВМР ВНЗ есть еще одна особенность что нельзя между кошельками своим же переводить деньги это делается определенный сервис с которым опять-таки они берут комиссии как наши банки на одном аккаунте ты в аккаунте можешь так разоквали Проблемы при автоматизации то есть автоматизация вообще что такое автоматизация это попытка без участия человека то есть чтобы компьютер сам все это сделал перевод денег посмотреть сколько денег там начислить отчислить и так далее то есть что нужно персональный аттестат для Эстонии персональный аттестат раньше делалось только в одном месте была такая контора или есть даже сплата Е но потом их лишили возможности тестировать и сейчас чтобы получить аттестат человек который хочет заняться автоматизацией перевода денег то есть будь он магазин который занимается оплатой услуг и так далее он должен ехать в Ригу или в Питер для персонального аттестата персональный аттестат делается на основе какого-либо документа но в последнее время это является паспортом аттестат это просто сертификат на разрешение на то что можно есть персональный аттестат есть предварительный аттестат есть аттестационный аттестат который ты можешь позволять делать тестировать как бы давать персональный аттестат и другого типа нет дело в том что тут видишь есть аниминные кошельки такие я просто завожу случайно себе скачал поставил а персональный аттестат значит что реальный человек за ним стоит если какие-то проблемы с этим кошельком то по этому номеру можно найти этого человека непосредственно вы в интернете да? то есть ты можешь там у тебя как бы при аттестации полностью данный с паспортом ты как физическое же соужение сейчас в соответственность получается так что ты не можешь проводить какие-либо операции то есть так это вообще как бы считается что вообще в вебмане это очень хорошо анонимность но в том когда ты уже получаешь деньги то есть ты являешься магазином или сервисом ты должен иметь как бы персональный который как бы имеет так сказать твои физические данные почему платные вот это другой вопрос я не знаю почему они по-моему была единственная фирма которую еще и выводили из вебмани насколько я знаю у них была проблема юридический вопрос по истанскому законодательству для операции ввода-вывода нужно было писать как бы личные данные человека они этого не делали вследствие чего с точки зрения юридические это очень плохо и сейчас по-моему у них не очень хорошо не буду ничего говорить не знаю а как сейчас не стоит про анонимность ну может быть то же самое плат если он работает да я просто не могу просто не знаю то есть у них проблемы они работают я знаю что они закрыли югол точно в операции с юголом а с остальным как бы я не могу ничего говорить потому что не знаю может на счет положить а больше на счет переводим 10 то есть я конкурентов не знаю скажем так да а вот анонимность сейчас например недавно достаточно регистрировался им уже нужен мобильный телефон на который приходит смс с кодом это все авторизация ну да это уже не анонимность а ты можешь купить сим-карточку да пожалуй с сим-картой если может быть купить карточку без паспорта купить нельзя да ладно ладно идем дальше то есть для того чтобы ваш магазин мог быть обменным данным в случае мог производить какие-то автоматические операции перечисления денег вам для этого нужно то есть персональный тестат иметь то есть иметь идентификатор в витмане к нему должны быть зарегистрированы кошельки вы должны написать на тех службах поддержки что типа дайте нам активируйте нам пожалуйста интерфейс то есть интерфейс это простые как бы интерфейс который позволяет производить операцию в автоматическом режиме будь то проверка сколько у тебя денег будь то перечисление будь то отмена будь то какие-либо другие операции так при регистрации надо обязательно указать днс и цель использования были проблемы как бы забыли указать ждали долго так дальше для того чтобы человек мог платить вам через веб интерфейс то есть вы должны зарегистрироваться в мерчанте зарегистрировать свой кошелек ID записывать себя как магазин и прописать там секретный ключ который будет использоваться один для всех ну и потом один для всех кошельков торговое имя ну произвольно как бы ресурс и три страницы то есть в случае удачного то есть результат оплаты в случае удачного в случае неудачного так слушай поскольку все это обходится вот это удовольствие зарегистрироваться в этот магазин а нет 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 подожди теперь это занимался месяц ничего не нет так перевод осуществляется путем если у вас если вы пользовались в мкипер десктоп то у вас генерируется файл квм это файл ключей при работе автомизации вы должны криптовать при помощи мсгн то есть все свои запросы вот этим сертификатом пусть будет сертификат это файл в противном случае если вы используете лайк вы можете пользоваться только сертификатом то есть вы сделаете соединение используете сертификат нормально так то есть настройка своего все успели порой записать так настройка своего торгового кошелька как магазина то есть для того чтобы могли вам переводить деньги то есть вы указываете айди кошелька указывает торговое имя секретный ключ который будет использоваться при посылке при посылке приеме так же страницы куда придет как бы ответ операции страница куда уйдет если операция совершенно удачная страница куда идет если операция совершенно неудачная тут можно указывать систему криптования и так далее а заметь на php написано а? php адреса а да нет это я взял где-то в интернете это за пару дней за пару часов писалось так что там на этих страницах просто отобразится типа поздравляем там successful и можно просто html ну да следующее повторяй не против вопрос да в чем разница между result, success и fail так на результат приходит отчет о том что операция была то есть положительная негативная все равно yes то есть success уходит тогда когда ваша система например вы на определенный этот принимаете вот этот ордер который был осуществлен и на fail был не существ соответственно то есть вы там уже все крутите и мутите так как все это работает вы на своей страничке сделать специализированную пост формулу куда вы там указываете свои там какой платеж сколько платеж куда платить и так далее объяснение идет на сервис веб он он смотрит так он переводит на ваш сайт результативный и параллельно уходит если то есть здесь просто отчет как бы то есть отчет что было ну как бы что это было получено что было обработано то есть сюда приходит предположительно он сюда предоставит он в бэкграунде так соединяется с сайтом а потом на редиректе твитера да он обращается сюда и тут же как бы уходит туда или сюда заместит операцию это работают все системы которые сегодня будут так описывать так вот например нашего запроса который должно быть как бы на нашей страничке то есть мы указываем что платить или сколько платить описание на какой кошелек идентификатор нашего премента то есть какой-то ключ например 345 e-mail куда сообщить и просто кнопку перейти к оплате при нажатии она будет перекинет на сайт мерчант веб вы авторизируетесь авторизируетесь подтвердите и он вас перекинет на аес леново и так далее можно еще рассказать насчет безопасности я там два года назад писал программу по полугоду там в эти поля можно было указать специально запросы чтобы там не фильтровались html там в принципе можно было html то есть там можно было заменить на столько что там например вывести что якобы они платят одну сумму а когда не платишь фактически снимают не так вопрос нет это был мосердель или ты подожди ты отсылаешь постом ты же его по-любому изменить так давайте по порядку потом назад есть такие поля еще раз подчеркивание то есть если ты тут как-то и пытаешься и можешь что-то и подделать что мало там просто значение даешь какой-нибудь html код и они вставляют это значение и не фильтруют например где 0.5 я не помню точно какое поле было на ряде потому что вот этот асп это не что иное как сервис там загружилась страница где вы выписываете твой счет сумма сколько кому платится и все и там запускался html который ты будешь в одном из полей потому что то есть куда можно было вписать javascript который сам бы пошел но там ключ обращается на компьютере поэтому ты так сразу в javascript не сделаешь ну не знаю во всяком случае вебмания утверждает что их никто не знал но это не вебмания но понимаешь что это не их вебмания было два года назад не встречал не знаю всем честно не могу ответить то есть при формировании автоматического затроса вы по ssl протоколу ctps протоколу connect ну посылаете запрос если у вас вы используете пластик то есть подписанный KVM через WMSign то есть номер запроса ID SIGN и тип запроса при лайте не используется потому что WMD и SIGN не используется потому что подпись идет посредством самого сертификата и WMD берется оттуда и так далее то есть это не обязательно ответ будет приходить в такую форму тоже XML и WMD спокойно да можно дальше так e-gold e-gold это очень хорошая вещь тем что она очень простая минимизированная все для простоты интерфейс как бы есть только клиентический интерфейс это веб интерфейс доступен через e-gold.com используются титульные знаки e-gold e-silver e-palladium и так далее так для того чтобы сделать возможным принимать пейменты на ваш магазин там или чтобы вы могли отсылать платить в автоматическом режиме вам нужно активировать как бы режим управления счетом удаленно то есть логиньтесь кликайте сюда заходите вписывайте какой ip или какую не знаю маска с которых можно будет делать операции операцию автоматическую операцию управления этим путем а если у тебя динамический ip ты интервал можешь сказать ставить а еще такой вопрос а учитывая что я не думаю что рационально использовать динамический ip если у тебя интервал магазина если у тебя есть логично если человек сидит сам не успел вопрос задать уже ответили а это именно для ремонта у вас для магазина данными делать кирилл у тебя вопрос на лбу пишется когда ты его пытаешься сказать здесь ты пришел зарегистрироваться тебе дали аккаунт пользуйся все можно бесплатно бесплатно но за хранение денег как я указал раньше они используют 0-0-8% в месяц не денег а вот псевдо егу например а ты расскажешь про общение не людей у которых есть сертификат в том же вебмане а просто людей которые не ездили нафиг не надо обычно я имею в виду систему безопасности предоставил услугу или просто купил что-то ну вот это вот я никогда не понимал что да на самом деле когда у тебя ни у кого из вас нет аттестации то вопрос доверия то есть нет никакого такого механизма что я перевел я получил нажал там служба конфликтов она решает она решает но в принципе по большому счету то есть обычно это и так далее то есть если нет аттестации то неизвестно кто за этим следит и какой там то есть добросовестный не добросовестный покупание это уже нету никаких как на ebay все анонимные никто не знает и какой сочин денег тоже не знает нету вопрос gold и e-gold учитывая что постоянно как бы доллар по отношению к там тем драгоценным металлом постоянно меняется получается что у тебя постоянно каждый день разное количество денег каждую площадь да и каждый да это и правда на этом уровне каждый день у тебя прыгает то есть например 3 года назад положил 300 баксов в e-gold сейчас это подросло на 40% это уже больше но ты платишь комиссии и всякие такие вещи это тоже не хорошо а как часто меняется по каждой полчаса на основе какого полчаса у них есть свой сервис который то есть ровно каждые полчаса ну во всяком случае я запрограммировал так чтобы он запускал полчаса это было указано в мануале на желательные как бы эти а что мешает написать программу которая золото упало последние полчаса мы немножко кладем немножко берем а постоянно зарабатывает ты же не знаешь как ты зарабатываешь за ввод вывод денег вы будете заплатить намного больше конечно ну хорошо зарабатывает на вас получается в курсе в курсе по любому тоже в зависимости от этого меняется так можно между металлами нет это опять то же самое как то есть через какие-то сервисы обменных комиссий и так далее от курсов резкого изменения курса какого-то какого-то салона какие-то штрунки ограничения нет чтобы вывели деньги в зал например налегом по почте то есть буквально на 3 небольших процентов ну и у вас аквалити просто меньше а если у него каждые полчаса обновляется курс то фактически люди могли например зная заранее о падении курса вывести те же самые деньги куда вывести там вообще в реал в e-gold можно вывести заплатить комиссию а сколько комиссия то же самое перевод будет комиссия 0.8% плюс обменный пункт плюс 1% от оператора то есть это примерно получается процента 2-3 да плюс 3 минус процентов это нарабачивается то есть я думаю обменный пункт а какие-то экстренные перерасчеты в случае резкого падения цены закрывается сайт отказ обслуживания молодец сваливает не знаю не знаком нет 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 потому что все очень просто подожди у меня еще такой вопрос допустим я продаю у меня товар стоит 100 долларов я продаю 100 долларов значит я получаю 100 долларов и на самом деле получается что завтра мой товар уже стоит не 100 а 90 да он в унции и получается что 90 то есть это вот такой да опционы или троечная унция 0,31 нет физически существующие нет физически это не существует просто банк как бы гарантирует канадский банк гарантирует что это эквивалент что у тебя в эти деньги не может быть что пока человек оплачивает ты ему показал стоимость баксов а пока он вбивает уже курс поменялся нет ты в магазине уже у тебя не динамические цены за весь месяц стоимость у нас в очереди стоишь ты наверное когда ты уже формулу оформил например он тебя как бы выведет и он тебе там покажет сколько ты должен будешь заплатить а магазин тоже заплатить нет они просто делают эквиваленты эквиваленты на usd то есть там серебро и так далее просто эквивалент usd то есть ты плачешь им золоте ты плачешь валюте да да за столько секунд то есть я думаю что он как бы появился как бы он с учетом этого курса наверное магазин свои 100 долларов все равно получит кирилл то есть мочи это не зависит от того от курса по сути нет подожди я думаю что платят не магазин а платишь ты нет дело в том что не магазин получает магазин получает эквивалент как бы в долларе на кошельке потом 100 долларов это будет или 102 доллара это зависит от того какой будет следующий курс переплачиваешь ты не магазин а в магазине ценники висят в унциях или в USD не естественно с доллара все оплаты в доллары но потом подождите стоп просто с доллара столько смотришь сколько долларов платить он выводит тебя как бы на веб-страничку e-gold говоришь сколько долларов будет сколько там стоит все ты нажимаешь он с учетом таймштампа по курсу я теоретически предполагаю что так он и есть может по-другому при нажатии он будет использовать таймштамп который у тебя был и поэтому по эквиваленту переведет отнимет столько унций сколько это за долларов ты заплатил а в магазину перенесет столько унций сколько это стоит нет тоже по текущему курсу нет по магазину перенесет уже деньги сколько магазин хочет да он именно в деньгах ну да на магазине же у него уже кошелек e-gold тоже хранится там не в долларах а в унциях ну а в унциях придет ну за эквивалент а в долларах в секунду этот эквивалент может превратиться в ничего не ну опять же берется в секунду в момент времени все но стоимость этих 100 баксов может поменяться то есть стоимость баксов в общем это уе то есть фактически да ты уе а сколько будет уе баксов стоить это уже да просто можно перевести эту планету что можно получить золото да на вред это золото конечно получше но но съездишь в втором земле так давайте дальше значит автоматического режима я был очень сильно постарался есть специальные аппи для джавы есть аппи для других там пмп и я здесь специально сделал пример как бы чтобы можно было сделать pgp то есть с использованием аппи то есть обычный перевод денег ты смотришь возможно такой перевод делаешь перевод очень просто использование аппи для тех это есть требует маленьких доработок но работает в общем хорошо без проблем относительно тем что сессалот кто таки раз которые есть программирование будет �마ста формируйск формируешь запрос через сертификат секунды лишь климов они напр journey payment-preview, это что такое? Ну, payment-preview, ты просто проверяешь, есть возможная реферация. С такими характеристиками, такой аккаунт, так далее, так далее. Это просто проверка дополнительная. Double. Можно ли вообще делать операцию? А если там какая-то защита, например, двойных нажатик, там, два раза вызовет... Нет, это ты уже сам ел. Ну, понятно, мы можем и откатить такие. Мы, например, с таким сталкивались, что у нас не было защиты, скажем, они жали два раза, или недолго убедился, что они жали еще раз. Ну, это уже проблема, ты же платишь через интерфейс... Нет, просто в итоге наша фирма, через которую... Прогаешь? Да, они... Как оказалось, они не включили какой-то режим для нас. То есть у них это было предусмотрено и давно. Не чаще, чем раз в пять минут одну и ту же сумму нельзя было заплатить как-то так. Из одного и того же аккаунта, за одну и ту же есть. Я думаю, что это как бы реализуется как бы программно. Относили до того, что ты платишь через интернет, это лежит на e-gold, то есть когда платишь, клиент платит. А когда ты переводишь, это лежит на e-gold. А откатить можно транзакцию? Заплатил, скажем? В e-gold нет. 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 Возвращается как бы обычный текст. То есть, no record found, если там, например, history, например, вопрос. Иначе, там, common separated, там, 15 параметров. Я не понял, ты же сказал, в xml возвращаться? Нет, нет, просто common separated с параметрами. А если они такие сложные, почему они оба на ASP написаны? В e-gold нет. А почему, например, в e-gold нет. Давай попробуем. Ты же сам и в e-gold нет. 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 сделать только через windows приложения кошелек касса. Кошелек касса дается только при авторизации, ну, при регистрации себя как магазина и так далее. Такая вещь, как перевод денег и так далее, запрещается своим Яндексом, как бы официально, но... Что же разрешать? Если я не могу в систему переводить деньги, что я там делаю? Ты можешь получать деньги. А кто себе будет переводить? А вот переводи. Система автоматизации перевода, в моем варианте, как я здесь. А, ставится программа. Вот как человек, вот это на вашей страничке ставится такая форма. Работает программа кошелек на локальном компьютере клиента запущен. Она слушает порт. Передается туда. Зачем все три параметра. Она, типа, делает перевод, оформляет и там... Откидывает или не откидывает и, как бы, делает оплату. Вся проблема, что это через веб-интерфейс. Ну, не веб-интерфейс, а через windows. Ну, через локальный компьютер, то есть клиента. Сейчас есть веб-интерфейс, но он пока еще ограничен в работе. Там только можно делать платежи, то есть элементарная база. Для автоматизации. Так, для автоматизации пришлось чуть-чуть извратиться. Обязательное условие. Должна быть система кошелек-касса. На Windows схеме. Так как домины и так далее все обычно хранятся на этом, пришлось использовать виртуальную машину. Пришлось чуть-чуть поработать интерактив дезасемблером, чтобы собрать более-менее API, которое потом превратилось в com-объект и которое используется через com-java для выполнения этих операций. Я спрошу. Получается, если у тебя сервер, Linux сервер, то ты поднимаешь виртуальную машину и уже с ней работаешь, то есть на ней клиент. Да, там com-объект стоит и так далее. А это, так сказать... А если это trpc в пользу, то есть данные на Apple? То есть вместо 127 на 0, ты там предполагаешь что-то. Да. Но для чего писалось-то вот эта вся библиотека и так далее. Для того, чтобы нужно было в автоматическом режиме. То есть ты как бы наследуешь из экзечника, экзечника используешь как DL, это просто вратер. И ты просто используешь функции экзечника, которые паблики, кстати. Они что-то сделали. Доступны, как бы делаешь запросы, и она как бы выполняется. Так, нужен вопрос. А вы действительно это реализовали? Linux, виртуальная машина? Да. И все стабильно, класт работает? Ну, пока работает. Не, у нас тоже так идет. Если я слышал, как бы, Яндекс охотится за такими разными библиотеками. Время от времени появляются разные библиотеки. Мне довелось так сказать пару видеть. То, что нужно было, как бы она не реализовывала. Из-за этого пришлось как бы чуть-чуть извратиться. Даже везде информация про Яндексе это автоматизация. Даже на самом Яндексе пишут, что минимум 40-60 человек и часов для реализации этого интерфейса. Не, я не готов и не предоставляю. Нет. Вопросы? Получается, что шути делают Яндекс.Деньги, Яндекс.Мистокассы, Кошелек. Это выдаст приложение, которое... Нет. В основном да, это выдаст приложение. Она для оплаты. Например, для перевода денег, для оплаты и так далее. Но не для автоматизации. А ответ потом он был к Розору? Или на эту же самую крестину прибыл? Нет. Он просто получает респонс и все. И ты уже как бы отвечаешь, что все хочешь. Респонс получает? Окей. Ты делаешь запрос, получаешь респонс и все. Или указываешь в посте, как я показал в посте, куда надо уйти. Там был указ. Такая просто аутентикация юзер-эспорт по себе? Всегда и везде. Всегда уже на сайте этой платежной системы, да? Или Яндекс. Ну или Яндекс. То есть сюда, конечно, при платежке, вот это все формы, которые были, он тебя отправляет на систему как бы этого. Там ты проходишь авторизацию и после этого он предлагает, вот, должны кнопки, я согласен оплатить. То есть то же самое, как... Либо как банк. Да, то же, как наш банк. Как туда заливаются деньги, чтобы юзер мог бы платить? Через сервисы, например. Как в Устании сейчас уже работают, склады есть. Что он из себя представляет вообще? Ты заходишь, говоришь, типа, вот хочу через Ханса. Нажимаешь, заходишь в Ханса заплатить. Он, типа, нажимаешь кнопочку, перевел деньги, они получили. Если, например, это автоматический перевод, например, такие как вебмани и так далее, то они сразу переводят. Ну, или там ограничена, конечно, сумма. Или как бы мануальный, то есть оператор, там, раз в сутки смутно, как бы делает перевод. Ну, насколько я знаю, там есть возможность устремленные карточки пополняться. Ну да, это отдельная история. А в России у нас нет, а в России там еще в обычных ларьках можно покупать. Пластиковые карточки, как телефонные, да, просто с номерком зачисляешь. Да, 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 да. Это отдельная история, там эти карты и так далее, как все это делается. Есть специальные точки, есть специальные имитенты, все имитенты, которые, как бы, позволяют, выпускают свои, например, там, подарочные карты и так далее. И ты, как бы, их используешь для перевода денег себе кому-то или покупки. Я помню, Ucash им занимается, да? Да. Я этот вопрос не дробал. Скажи, а сколько крови должно вылиться из человека, прежде чем он сможет заплатить с одной из этой системы? Ну вот, я помню, я 2-3 года назад поставил в WebMoney. Чтобы заплатить с нуля, ты пришел, зарегистрировался, перевел деньги? Да. Это, видимо, зависит от степени твоего дебилизма. Все зависит от того, как ты все быстро зарегистируешься. Например, если у тебя в городе есть система, которая позволяет вносить деньги и так далее, то бишь, какой-нибудь Питер в городе в любом покупаешь, как бы, карту, вносишь, как бы, или если там у тебя есть, как, склад, например, где ты переводишь или не переводишь. То есть все зависит, как бы, вот именно от этого сервиса. И у тебя есть знакомые, которые живут в Питере, которые просто скажут тебе что-то много. Тоже самое время. Сколько процентов ты выгадываешь, в отличие от перевода через WebMoney, например, или для обычного банка? То есть есть ли выгоды вообще? Нет. Это не ради этого сервиса. Комиссия и дешеная. Да, радиоанонность перевода, в принципе. Потому что, если мы будем говорить об оборотах, о тех же самых незаконных оборотах, то почему в России так много систем этих переводов? Потому что там очень много связано те же самые с игровыми сервисами. Я знаю, что оборот одной игры, онлайн-игры в месяц составлял миллион евро. Конкретную какую-то решили сейчас. Да, имею ввиду конкретную игру. То есть чисто на таких онлайн-переводах, когда люди не платили наликом, просто закидывали это деньги, естественно, они фактически нигде не учитываются. То есть как люди, фирма сама зарегистрирована в офшоре и как они там... Ну и к тому же, как удобнее, допустим, покупаешь на Амазоне книгу, тебе надо перевести в конкретный, из Ханса банка в конкретный английский банк. Вместо этого, например, ты запаришься это делать. Реквизита, ну ты покупаешь виртуальные деньги, платишь. Ну вот eBay, в основном, работать на PayPal. Ну то есть, если, например, Центробанк опускает членский банк, то это не теряется на PayPal. Так. Так. Всё. Вы сейчас активно поговорили о незаконном обороте денег. Я думаю, мы сделаем небольшой перерыв, минут пять. АПЛОДИСМЕНТЫ Если у кого-то неформально вопрос, и вот есть человек, который знает, где что и как переводить, минут через пять-десять мы вернёмся и поговорим уже о законных переводах, визы и так далее.